Всем добрый день! С вами психолог Наталья Коробкова. Сегодня следующая тема. Почему он вас не хочет? Почему я решила снять видео на эту тему? Потому что эта тема имеет прямое отношение к такой психосоматике, как молочница. Особенно хронической молочнице. Никто не обращается с единоразовой молочницей. Подлечили и забыли. Обращаются ко мне те, у кого молочница слишком часто, у кого-то она перешла в хроническую стадию. И вот одна из причин – это такой, скажем так, внутренний конфликт у женщины. Меня не хотят, ну, как правило, любимый человек или муж, меня не хотят. И я считаю, что это со мной, наверное, что-то не так. Я недостаточно хороша. Меня не хотят. Но при этом я обижаюсь на своего супруга или партнера. То есть вот такой замес. Например, если вы просто чувствуете, что вас не хотят, но вы не обвиняете себя в этом. У вас нет мысли, что это, наверное, со мной что-то не так. Нету комплекса вот этого. То молочница, скорее всего, не будет. Она возникает именно вот на таких вот чувствах. Как некое самообвинение, а, соответственно, комплекс такой, что со мной что-то не так. Обида в то же время, что меня не хотят. А с другой стороны, сама женщина может быть не уверена в себе сексуально. И тогда она не может, ну, как сказать, она же может и сама проявлять инициативу и активность с этим мужчиной и его, так сказать, заводить. Такое может. Но, допустим, мне не хватает какой-то уверенности в себе. Или именно этого мужчину, своего партнера, она не так уж и хочет. Но на него может обижаться, что он не так уж и хочет. В общем, там обязательно должны быть такие противоречивые чувства. И прежде всего в молочнице, повторюсь, это неуверенность в себе. Вот она там тоже фонит. Ну, там еще, у меня есть отдельное видео по молочнице. Там еще есть такой момент по ней, что, наоборот, неприятный какой-то контакт. Неприятный, например, с мужчиной, которого я не хочу, как будто хочу отторгнуть. После этого может быть молочница. Болезненное ощущение тоже, может быть, как вот отторжение молочницы. То есть там несколько. Но мы к первому, который я сказала. Здесь на бумажке просто у меня пометки. Итак, почему он вас не хочет? Ну, либо недостаточно часто хочет, либо мало хочет, либо как-то не так. Значит, первое, что, возможно, этот мужчина латентный гомосексуалист. Возможно. То есть он на самом деле хочет мужчин, но отрицает это внутри самого себя. Самому себе даже в этом не признается. Либо он бисексуал, но с большим перевесом в гомо. Один вариант. Дальше идем. Следующий вариант. Кстати, очень часто бисексуалы, либо гомо, это люди с нарциссизмом очень таким развитым. Либо с расстройством, либо просто с такой большой раздутой нарциссической частью. Дальше. Мужчина может находиться в роли отца. Рядом со своим. Он выбрал себе женщину или жену. Она у него как дочка. Но так как педофильских наклонностей, допустим, у него нет, то ему как бы приятно быть таким гуру, отцом. Человеком, ну как сказать, в общем, он наверху, она вот так вот снизу наверх на него, как на Бога смотрит. Или как на кого-то взрослого. А она вот маленькая. А вот он ее покровитель, слово вспомнила, покровитель. Вот это может очень нравиться мужчине, очень листить его и в то же время повышать его самооценку. Но при этом может понижать либидо. Потому что у него такая как проекция, что-то его как дочка какая-то или младшая сестренка. И тогда что-то внутри себя он напитывает, что-то ему нравится в этих отношениях, а в другом проситает. Но опять-таки это тоже специфические такие мужчины, которые, почему они выбирают друг себе дочек каких-то, а-ля дочек в отношениях. А что тогда у него происходит с партнершей, которая плюс-минус близка к нему по возрасту? Какая там у него возникает проекция или ощущение? Возможно, он в душе очень молодой, не чувствует себя на свой возраст. И тогда у него ощущение, что он там с какой-то старухой. Если ровесница, то это прям какая-то супер-старуха. И, возможно, он жутко или комплексует, или просто она его не возбуждает. То есть тут надо разбираться. Но это тоже, вот имейте в виду, мужчины, которые выбирают всегда себе в жены или в длительные отношения женщин намного младше. Да, конечно, это бывает иногда чисто про сексуальный объект, что он выбрал помоложе, чтобы самому омолодиться и чувствовать себя молодым. Но я сейчас больше говорю о том, что когда там проблемы в сексе, тогда это не совсем про сексуально молодое тело, от которого он омолаживается, а там что-то другое. Скорее всего, у этого мужчины тоже есть какие-то свои тараканы. Еще один момент. Когда, наоборот, женщина выбирается с проекцией матери, причем она может быть даже по возрасту, имейте в виду, младше этого мужчины. Может даже, я встречала такие случаи, на 10 лет может быть младше, а он на нее накидывает проекцию матери. Ну вот что-то такое в ней вот и отдает ему его мама. И все, и тогда он с ней по каким-то детским, в общем, привязанностям, но там, как правило, проблемы с сексуальностью, в общем, с сексуальным влечением и раскрепощенностью. Еще какой момент, почему он вас не хочет. У него может быть такой фетиш возбуждения на проституцию, на проституток, на вульгарных именно женщин, на такое вот эпатажное выпячивание сексуальности. А вот просто так вот в обычной жизни, как, вот это его не возбуждает. Ему вот прям надо подавай все аксессуары, либо какие-то гигантские каблуки с платформой, либо сапоги-батфорты, колботки в сетку, красные какие-нибудь топы. То есть подавай яркие, кричащие такие вещи, чтобы он вот это на адреналине взбудоражился, вот так его как током, значит, передернуло. И только в этом состоянии он там сможет, скажем так, позаниматься сексом или совершить половой акт. Вот все остальное, но вот его как будто надо заводить, как игрушку вот такую, жу-жу-жу-жу, или что там, бензопилу. Бензопилу, в общем, надо заводить товарища, сам он не заводится. Говорит, на самом деле, тоже достаточно слабым либидо, потому что нужны очень яркие вспышки, всплески, чтобы включить в нем эту энергию. А либидо у всех разное. И это тоже, кстати, одна из причин, это просто низкая либидо. Вот, кстати, просто низкий сексуальный интерес. Человек где-то там сам удовлетворился раз в неделю, и ничего ему больше не нужно. Все остальное его напрягает. Это какой-то адский труд. Это что-то, потому что на самом деле не хочется. А когда не хочется, все воспринимается адским трудом. Вот такое может быть. Такая некая даже асексуальность. Что еще, что еще, смотрим в записи. Негативные установки асекси могут быть. Любые навязанные папой, мамой, дедушкой, бабушкой, кто воспитывал, либо какими-то друзьями. В общем, тот мерзий человек рос. Негативные установки асекси могут вызвать такое вот прямо торжение, отвержение, ощущение грязи. Либо даже понижение либидо. Еще одна из причин – это низкая самооценка. Или заниженная. Может быть, тоже по каким-то причинам. Либо в силу воспитания, либо генетика, либо какой-то жизненный опыт. Когда были травмирующие, психотравмирующие ситуации. И мужчина, ну, в общем-то, он уже стал мужчиной. Но с такой установкой, что он недостаточно хорош, он недостаточно сексуален, он неуклюж, он смешон, может быть, даже еще что-то. Тогда на этом тоже происходит снижение либидо. И вам может казаться, что он вас не хочет, а на самом деле у него просто свои внутренние проблемы. Дальше. Контрзависимость. Контрзависимость – это когда человек не хочет сближаться, хочет по-быстрому все сделать. Как говорится, телами потерлись друг об дружку, но только не дай бог там не думать о тебе, какая ты, не смотреть в твой характер, не залезать тебе в душу, ты ко мне тоже в душу не лезь. В общем, вообще, вот чтобы мы как можно меньше что-то друг о друге знали, как-то там вот по-быстрому какую-то легкую похоть удовлетворили, все. То есть такая бывает прям сильная контрзависимость, и тогда ощущение, что… И даже бывает ощущение, что позанимались этим делом, а как будто бы с пустотой. Вот и бывает у женщин ощущение, что я как с пустотой позанималась сексом. Это вот бывает, когда с нарциссами занимаешься сексом, и когда вот с такими контрзависимыми. Контрзависимые, кстати, тоже часто бывают, что у них есть что-то нарциссичное. Это может быть скрытый нарциссизм. Вот, ну не всегда, иногда просто какие-то свои, в общем, загоны. Вот, и тогда вот это ощущение, а что это было сейчас? Вот как будто бы физически было, а душевно вообще, ну, пустота. Неприятные ощущения, как правило, такие очень. И тогда ощущение у женщины, то ли она кого-то использовала, то ли её кто-то использовал, или вообще как будто этого и не было, хотя ты знаешь, что это было. Ну, такие моменты. Ну, и так, сейчас я посмотрю. Да, или бы мужчина, почему он вас не хочет, потому что он вас выбрал не по страсти. Он вас выбрал по каким-то другим важным для него параметрам. И он вас по этим параметрам любит, ценит и хочет быть с вами. Но он выбирал не по страсти. Он вообще решил, что страсти – это не главное, а может быть, даже это помеха. И поэтому вот именно во всех сферах жизни у вас может быть всё хорошо, а это проседает. Вот. И, ну вот, как с этим быть дальше? Если у женщины расцвет пошёл, высокая либидо, тут она либо идёт налево, либо она полностью разводится, расходится, меняет, ну, ударяется в поиски и в свободную жизнь, либо она это терпит дальше, если позволяет здоровье, потому что если давить всё время в себе какие-то импульсы, то психосоматики будет гораздо больше, чем просто молочница. Так, ну и, наверное, последнее я скажу. Наверняка есть ещё какие-то причины, но у меня они, вот, в общем, сейчас я записала как последнее. На самом деле вы сами не хотите своего партнёра, но как-то вот почему-то не признаётесь пока сами себе в этом и думаете, что это только он к вам остыл или, ну, слабо хочет вас. А на самом деле вы его тоже не хотите. И если этого партнёра расколдовать, и он вдруг начнёт к вам постоянно приставать или там обнимать, по попе хлопать или за сиськи хватать условно, может оказаться, что вам это будет неприятно, что вы на самом деле этого не хотите, но так как вы так не думали, выходили и обижались, вот он меня не хочет. На самом деле вам самой именно он не очень-то и нужен, а может и сам секс не очень-то и нужен. Такая вот, может быть, самообманочка. Всё, друзья, это кратко про то, почему он меня не хочет на такую тему. Ом.